Почему, когда животное убивает животное, у вас это вызывает меньше гнев, чем когда животное убивает человек? Вы говорили, что если запретить зеленым запрещать убивать животных, то они не будут умирать, так как на них будет спрос. А что, если следить за редкими животными, на которых охотятся браконьеры на уровне частных компаний, которые будут зарабатывать именно этим? Почему либертарианцу важна не агрессия к людям, а к животным этот принцип не проявляется? Потому что животные не являются участниками общественного договора, не могут его заключить и, в принципе, не являются тем, что либертарианцы считают субъектом права. Так как они не являются субъектом права, правовые нормы к животным, разумеется, применяться не могут. Животные – это объект. Что касается, если следить за редкими животными, на которых охотятся браконьеры на уровне частных компаний, которые будут зарабатывать именно этим, то все, что вы таким образом добьетесь, это что, во-первых, они будут вступать в изговоры, во-вторых, они будут находиться в конкуренции. И вы никогда не сможете платить с помощью рынка компаниям, которые борются против браконьеров, больше, чем заказчик услуг браконьеров будет платить браконьерам. Потому что, с одной стороны, вы полагаетесь, скажем так, на моральную сознательность человека, который будет это экономически стимулировать, а с другой стороны, вы полагаетесь на реальные экономические стимулы, на спрос. Вот спрос на то, чтобы добывать там бивни слонов или нос носорога, да, вот он реальный, он обусловлен реальным спросом, который существует на рынке. Спрос на то, чтобы побороться с этими браконьерами подобного масштаба иметь не будет, тем более, если вы никаким образом не будете вмешиваться, тем более, если государство в это не будет вмешиваться. Даже когда вмешивается государство, все равно стимулы не сопоставимы, а уж если убрать государство, они тем более будут не сопоставимы. Поэтому ответ очень простой. А животные не являются субъектами права. Ну, что может быть очевидно? По той же причине, почему брокколи не являются субъектом права, по той же причине носорог субъектом права не является. Исходя из ответа на вопрос в начале стрима, получается, если я хочу защитить животных от насилия, то либертарианство мне не подходит. Это носороги, в отличие от брокколи, могут испытывать боль и страдания. Защитить животных... Вам нужно выбрать вам шашечки или ехать. Вы либо хотите защитить животных как вид, да, и тогда либертарианство вам выгодно. Если вы хотите защитить каждое конкретное животное, я боюсь представить, как вы ходите по улице, потому что вы каждый день наверняка наступаете, по крайней мере, летом на каких-то насекомых, и они испытывают боль и страдания. Почему вы еще от угрызения совести сами не померли, я вот, честно говоря, не понял в каком случае. Расскажите мне, я с удовольствием продолжу эту дискуссию, но мне вот интересно. Мне это противоречие в левых, прошу прощения, в зоозащитниках всегда интересовало. Вот вы ходите по улице, вы убиваете просто своим существованием миллионы живых существ. И почему насекомое как-то заслуживает меньше симпатии с вашей точки зрения, чем носорог, например. Хорошо, насекомые, вы можете сказать, что у них там какая-то более низкая нервная система, но в дикой природе животные жрут друг друга. Почему, когда животное убивает животное, у вас это вызывает меньше гнев, чем когда животное убивает человек? Почему вы выносите человека из царства животных? Я вот абсолютно не склонен. Я считаю, что человек – это часть природы, это часть животного царства, и не нужно в этом смысле каких-то различий проводить между нами. Мы подвержены тем же самым страстям. Так что ответьте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!